снова здравствуйте дорогие мои снова с вами я михаил канал картавый блогер и мы делаем первое видео из линейки раздела канала которая будет называться двумя способами то есть первое это обзор конкретной модели телефона второе это да второе собственно говоря не важно абсолютно неважно давайте распакуем это в принципе особенность этой марки она достаточно простенько упаковывается какие-то там пупырки что-то еще но скорее всего будут отсутствовать почему это делается мое мнение то что продавец этой модели да или другой продавец 3 4 он не держит эти телефоны в наличии он их у кого-то оплачивает и этот кто-то их отправляет по указанному адресу мое мнение но может быть ошибочно при этом в принципе до телефоны доходят нормальными и не поврежденными в нашем случае это blackview е7 я собрал все три цвета для того чтобы показать что они из себя представляют сами по себе каждый цвет в отдельности в каком виде телефоны приходят как у них выглядит комплектация и какой-нибудь из них потестить более предметно так но давайте насчет комплектации а вот это в принципе отличается от a5 либо a8 у а5 или а8 да вот такой полу коробочки как назвать не знаю нет здесь в этой полу коробочки отдельно лежит силиконовый бампер отдельно лежит защитная пленка и ребята знаете самое интересное то что инструкция на русском языке английский есть 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 проматываем вот вам пожалуйста стукс и на русском языке тоже чудесно просто чудесно на портачить становится гораздо сложнее и коснись чего можно всегда обратиться к инструкции далее у нас идет кабель сетевое зарядное устройство причем сразу под нашу розетку с голограммкой оригинальная blackview а в нашем случае она выдает 5 вольт 1 ампер и также идут в комплекте вот такие вот наушники до достаточно простые ну с динамиком то есть что еще нужно по большому счету вот такая вот нехитрая цветовая палитра значит серый цвет спереди черный сзади серый классический достаточно а зачем я притащил по 8 ребят это нечестно а восьмому здесь не дело пойду я посмотрю где у меня прячется еще один вот такой телефон его нашел то я думаю почему у нас серый без отпечатка пальцев так зато вы можете посмотреть в чем отличие имеют много схожего но при этом размер разный начинка разная все разное и вуаляшеньки вуаляшеньки вуаля вот незамысловатая цветовая гамма телефон значит цвет серый спереди черный сзади серый так называемый белый в принципе я думаю вам даже на экране видно что это не совсем белый это без наверно при этом если здесь откровенно да там просто гладенький пластик то здесь поверхность софт-тач спереди точно также все черное поверхность софт-тач она вот очень приятная в этом отношении и третий вариант тоже софт-тач поверхность называется он sky blue небесная синева голубизна не знаю как правильно сказать достаточно оригинальный при всем при этом цвет не знаю как вообще востребованным или нет в принципе надо смотреть живу выглядят значит как они мы увидели а теперь давайте попробуем понять какой из них мы будем тестить оставим серый и так на данный момент мы увидели все цвета какие есть увидели комплектацию давайте поступим следующим образом я вам а зачитаю сухо зачитаю его характеристики а все достаточно просто при всем при этом очень даже интересно четкость записи 720 модель есть 7 есть еще есть 7 с у нее чуть помощнее железо но отсутствует 4g значит процессор стоит 4 ядерный операционная система android размеры 153 с половиной на 8.75 толщина и на 76 8 ширина имеет оперативной памяти 1 гигабайт вы видели тут инструкция на русском то есть до в прошивке ну вообще проблем никаких нету русифицирован полностью стандартные вещи как bluetooth вай фай и так далее тому подобное мы говорить не будем а мы скажем о том то что есть сканер отпечатка пальца находится на задней крышке в принципе достаточно удобная вещь а емкость батареи миллиампер часов 2700 встроенной памяти 16 гигабайт ну естественно там какое-то количество съедается операционка ну где-то в районе 12 гигабайт ну останется разрешение дисплея 1280 на 720 соответственно две камеры для себя шик и основная процессов мтк он двухсимочный пять с половиной диагональ дисплея камера основная 8 мегапикселей значит android еще раз 6 и 4 мтк 6737 если быть точнее давайте попробуем посмотреть еще часть характеристик да ну в плюсе поддержка 4g есть поддержка карт памяти micro sd до 64 гигабайт то есть 16 встроены 64 можно флешкой увеличить опять же да к видео есть если необходимо ссылка достаточно хорошей флешки микса которыми я пользуюсь везде а я их проверял в том числе и в экшн камеры да то есть они тянут без проблем я их смело рекомендую они также являются товаром в наличии по цене али камера для себя шик 2 мегапикселя но при этом вы знаете нет про пропаляцию ничего не написано я думал может быть она разгоняется нет 8 8 все не более того отдельный слот для карты памяти отдельно два слота для sim карты давайте снимем аккумулятор почему именно в такой последовательности все просто на аккумуляторе стоит защитная пленка также присутствует голограмма чтобы какие-нибудь ушлые китайцы не подделали внутри мы видим опять же защитная голограмма и и и и и и и и и какую проблему вижу я для себя да у меня карта симка вот такая масенька здесь стандартно но не беда я был подготовлен у меня есть адаптер так ну и я не знаю откуда у меня у меня есть карта памяти на 1 гигабайт советишь на целый не шибко глубоко на самом деле так что мне нравится в blackview хотя в принципе это не нужно но вот такая мелочь мне нравится мы берем снимаем защитную пленку и под этой защитной пленкой находится вторая прозрачная защитная пленка почему мне это нравится потому что если вы хоть раз пробовали наклеить защитную пленку ну это беда это это невозможно сделать вечно происходят какие-то проблемы здесь он даже в заводских условиях все равно ведь пузырик 1 и вот вам пузырик 2 пылинка какая-то все она попалась и это заводские условия кстати если вы пленку будете клеить дома берите стекла стекла клеятся без проблем она часть стекло у нас два с половины d видите закругленная так ну что мы сделаем первым делом первым делом мы залезем в настройки найдем смену языка выберем подходящий для нас язык нашем случае это русский на что мы посмотрим 4g без проблем работает насколько хорошо работает они даже twitter перевели издевательство такое браузер вот скорость мобильного интернета измеряем еще раз скорость мобильного интернета вы видите я подозреваю что для того чтобы показать насколько что хорошо здесь работает приключение конечно прикольно здорово но надо скачать какие-то программы пойду скачивать и так видите накачал разных программ помимо программ я вспомнил что неплохо было бы показать что из себя представляет громкость ну знаете по моему достаточно громко давайте начнем с gps тест надо включить еще для начала передачи его данных то не включена разрешаем опять же вот следы видите которые остаются от пальцев да мы не обращаем внимание это пленка то есть там насколько хороша есть ли вообще олеофобное покрытие неизвестно давайте к окошку возле окошка повеселее да при этом несмотря на то что он ловит всего пять спутников точность ну очень даже давайте попробуем посмотреть это на картах ну смотрите то точность если честно подхрамывает обычно выкидывает куда-то вот на этот на это место дороге нахожусь где-то здесь ну вот сейчас он показывает середине двора давайте еще раз попробуем а тут у нас и google карта дуплились google карты показывают более точно с чем это связано не могу сказать и пошло какое-то неспешное шевеление gps-навигатор у него как тут неплохо было бы его потестить в автомобиле да ну или хотя бы ребят да там те кто брал телефон ну будьте любезны уточните насколько корректно ведет себя в этом телефоне gps так ну давайте с простого начнем black весе фаблет мт-6737 азу 1 гиг доступных 361 мегабайт встроенной память 1173 свободно 1028 внешняя флешка гиг свободно там всего 3 мега хорошо давайте посмотрим центральный процессор четырех ядерный 1 248 мегагерц диапазон частот 221-1248 мегагерц разрешение экрана 720 на 1280 диагональ 5 и 5 плотность пикселей 267 частота обновления 67 гигагерц емкость 2700 а вот здесь вот уже становится интересно потому что разрешение камеры он видит как 13 мегапикселей то есть судя по всему интерполяция здесь все таки есть фокус макро авто можно снимок из видео можно стабилизация есть зум плавный зум все поддерживается при этом передняя камера а это видео 21 мегапикселей 13 мегапикселей фото а передняя камера 5 и 3 и разрешение видео 09 при этом до фотография чуть попозже определить что сфотографировать я думаю мне будет нужен день я сделаю фотографии эти фотографии я приложу ссылкой на яндекс диск вы сможете посмотреть в оригинале как это выглядит знаете а у меня учетка даже где-то есть дай-ка я сейчас залогиню сделаем потише и давайте пойдем побьем нелюбий зум ну смотрите сказать что там вот все 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 очень 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 шустро ну не скажешь да при всем при этом тупить ну не тупит по моему вполне нормально работает в этом отношении игра достаточно тяжелый он ее тянет давайте посмотрим может быть асфальт как потянет вообще потянет он или нет я подозреваю к асфальту мы вернемся попозже нужно будет докачать 1 гиг чего-то там и от него не играл так давайте посмотрим тест на касание 5 а по моему до пятерочка 5 одновременных касаний тот максимум что он поддерживает не знаю много мало не скажу как тут не задумывался над этим гигбенч я не знаю что он дает смотри есть два варианта ставить начнем с этого какая ну дядя найти теста лишь понимаешь он там чудес проверяет смотрит ну блин сидишь в кучу делать нечего ну подождем подождем сингл кори до одно ядро очки 577 мультикоры до несколько ядер очки 1486 значит информация о системе блока есть 7 операционная система android 60 build и 7 blackview 2016 10 18 то есть это 18 число получается 10 месяц производства ну совсем свеженький модель модель айди процесса 125 гигагерц арм мт-6737 оперативной памяти 918 мегабайт очки памяти тысяча семь а если уж не знаю что это 290 мегабайт в секунду лзм и а 921 килобайт секунду собственно говоря хотя лучше вот так сделаю а вы сами смотрите что для вас важно нет так о как о о о о о о ну вот примерно с такими результатами прошел тест раз давайте посмотрим вот этот тест для понимания там вот время которое указано час 47 реально час 47 ночи я не совсем понимаю что сейчас было вырезать я это не стал что-то сбросилось причины ну ребят не скажу вы знаете повторно сбросилась нежелание пройти тест кстати вот что вот интересно почему они они все разных цветов да все разных цветов повторно сбросилась посему вопрос конечно интересный но вот не отвечу сегодня во всяком случае вот эту часть видео можно детям показывать маленьким сейчас мультики такие есть зеленый это машинка цвет это завершён выход все что надо было смотреть или чего я представляю какими дикими глазами сейчас могут на это смотреть люди которые живут какой-нибудь части где мегабайт стоит но существенных денег и просто не понимать как можно да там рядом есть вай-фай тут он 72 мегабайта качает через интернет у нас все гораздо проще у меня в этом тарифном плане насколько помню в районе 10 гигов интернет входит да поэтому я вполне не парись могу качать почти что угодно а 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 ну собственно говоря вот такие результаты он показал в бонзайе бенчмарк 1215 очков и фпс 17.3 много мало ребят не скажу это сухие цифры вам это виднее и так наступил день и можно продолжить тестировать телефон а значит первое да что произошло я по него позвонил слышимость вполне хорошие мне звонили тоже вполне хорошо все слышно мы с вами хотели посмотреть насколько хорошо будет работать асфальт на него надо скачать 14 гига пойду скачивать эту запись и так скачал я асфальт после чего асфальт мне сказал что я хочу еще один и четыре гига чего-то там чтобы ты скачал почему не сразу скачивается большой объем я вот эту конечно не совсем понимаю игру вижу впервые давайте громко сделаем что тебе опять что-то надо что-ли я не хочу больше ничего какие контенты ты хочешь от меня это что вообще такое ты в итоге сколько хочешь 10 гигов скачать 15-20 я хочу поиграть я тебя уже скачал я скачал на тебя не хочу я контактам никакие доступов для какой-то вшивой игрушки зачем для того чтобы поиграть в гоночке мне надо дать доступ контактам я не понимаю включайся скотина так вот начинаешь делать да там обзор возможности телефона узнаешь то что оказывается там с тебя геймера там не геймера да там производитель игр хотят чего-то непонятного то есть вот у меня тут недавно телефон пилякнул о том то что у меня смс может смотреть вайбер зачем я вообще не пользуюсь никто по моему не пользуется нет вот он мои смс читать хочет какой я только что 1 и 4 гига тебе загрузил блин еще вайфай здесь не видит пойду короче загружать остатки удивительно конечно ну вроде не стал он ничего загружать нет не надо мне проходить обучение я хоть и не умею но я не хочу проходить обучение нет вот 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 эта 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 кнопка она же нет да то есть я ее нажимаю я вот не совсем понимаю почему я не могу видеть в этом телефоне запущенная программа то есть обычно там нажав там на вот эту кнопку на lenovo там видишь какие программы запущены так что я добавил что-то не сбываю там 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 ну ребят что точно тянет тянет это да это факт влаги вот только я сказал что тянет вроде какой-то там налог похоже что-то произошло ну дыла небольшой нагрев сзади пошел но при всем при этом да то есть две такие достаточно тяжелые игры как дитриггер 2 и асфальт 8 да ну вроде как подтянул что у нас там из тестов еще оставалось тушку бич марков по моему а девочкам которые плохо себя вели в этом году на новый год дед мороз месячный подарит мне он нас видимо тоже себя плохо ел 29278 чего-то из них 3d 2232 уж наверно даже лучше разбирайтесь вот я вам показал результаты тест осталось сделать что осталось сказать что из себя представляет аккумулятор да то есть вот что у нас показал тест за ночь на ночь я оставил его заряжаться время зарядки 5 вольтовым 1 амперным адаптером заняло 4 часа 13 минут и влезло в него 2765 миллиампер часов то есть в принципе да это вот ну то что и было заявлено значит что сейчас делаю сейчас делаю резюме до моего мнения о телефоне и пойду сделаю на него фотографии а сделаю фотографии и положу их на яндекс диск для того чтобы вы смогли пройти по ссылке если вдруг вам это интересно и посмотреть какое качество фотографии получается но единственно фотографировать буду только на основную камеру камера для себя шик ну ребят это не asus сэлфи с камерой для себя шик 13 мегапикселей ну достаточно простая камера поэтому основной я думаю будет достаточно что не нравится не нравится пленка ну опять же да на халяву зато пленка никто не мешает купить стекло наклеить пленка не нравится почему на не видите прям вот что такое олеофобное покрытие пленка но это разные вещи стекло два с половиной d да по-своему прикольно динамик снизу распространено вполне сейчас и сяоми и все так делают сканер отпечатка да достаточно в удобном месте находится если вы считаете что сканер отпечатка это блажь но никто не заставляет вас блокировать этим сканером да зато вот например я когда на телефоне пользуюсь вебмане да сканер отпечатка достаточно удобная вещь что ну никто там другой не воспользуется он запрашивает именно сканер отпечатка серебристый но стандартный пластик до белый и синий как говорилось начале видео мягкая софт-тач по моему может быть и не софт-тач значит да под наушники есть радио внутри есть 4g берет достаточно уверенно его самый главный плюс это то что его цена в пределах пяти тысяч рублей да то есть за такую начинку пять тысяч рублей ну по-моему у он очень даже неплох для своей цены аккумулятор 2700 это достаточно объемный аккумулятор в два раза больше чем у айфонов насколько вы будет хватать сложный вопрос у меня когда я спрашиваю что вы хотите в тестах да люди говорили то что там от его заряди полностью включи youtube запиши насколько хватит ну как-то вот трудоемки слишком получится такой тест да надо ставить камеру надо снимать нужно более большую флешку ставить видеокамеру ну то есть 2700 2700 аккумулятор можно менять да можно взять внешний пауэрбанк все стандартные изгаления да там есть у вас ну за день разряжается он вновь в принципе да даже не в принципе реально смело рекомендую к покупке если вы выбираете телефон до примерно в этом бюджете если вы готовы потратить на телефон скажем 10000 рублей но 10000 рублей это в два раза больше чем стоит этот телефон да ну естественно можно там выбрать модели с более интересными характеристиками там с более интересно внешним видом но опять же эта цена в два раза выше точно также как там 7 508 50 процентов дороже своем ценовом сегменте 5000 рублей это очень даже хороший телефон прям вот своих денег реально стоит пойду делать фотографии интересное качество фото смотрите внизу к видео будет ссылка на яндекс диск там размещены фотографии есть желание купить телефон у вас есть два варианта первый вариант вы его заказываете на али ссылку на проверенного продавца я опять же кладу под описанием второй вариант вы его заказывать у меня цена будет как у продавца плюс стоимость пересыла 300 рублей ссылку опять же на группу вконтакте я положу ну наверно за всем все пойду передавать монтировать видео до скорых встреч до скорых встреч